Здравствуйте! Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет прямой эфир совместно с миграционным агентом Костей Кузьминым из Австралии, из города Аделаиды. Я с ним знакома уже давно и хорошо. Мы знакомы ещё с Киевом. Вот, и я абсолютно уверена, что вам тоже стоит познакомиться. Сегодня мы будем говорить про рабочие визы. Итак, к нам сейчас ребята подключатся. К Костю мы тоже подключим. И начнём наш интересный, занимательный и замечательный, я надеюсь, очень полезный для многих разговор. Вы можете писать вопросы в чат. Мы постараемся по ходу их раскрывать. И, конечно, я сейчас немного вскользь пройдусь этих моментов, которые я хотела бы поднять, так как многих наших учеников и друзей и знакомых интересуют именно эти вопросы. В частности, как найти спонсора, как найти работодателя в Австралии для рабочей визы. Насколько это сложно, насколько это дорого, кто за всё это платит, вот, а что там с английским, да, вот все эти вопросы мы обязательно и обязательно раскроем. Вот, итак, сегодня у нас воскресенье. У нас в Мельбурне уже вечер. Я надеюсь, что мы сейчас замечательно стартуем. И так, Костя у нас присоединяется. И я думаю, что вы уже проснулись и тоже скоро к нам присоединитесь. Так, сейчас нас смотрит не очень много людей, но я надеюсь, что будут подключаться люди. Итак, мы начинаем, начинаем, начинаем. Алло. Да, добрый вечер. Так, сейчас я что-то пока что не очень вижу тебя, Костя. Не очень вижу. Да, я вижу, что что-то там происходит. Может быть, нужно перевернуть картинку. Вот, теперь есть. Here we go. Вот, here you are. Отлично. Итак, ребята, я вкратце еще раз представлю Костю. Это миграционный, зарегистрированный, аккредитованный, официальный австралийский миграционный агент Костя Кузьмин. И сегодня мы поговорим про рабочие визы. Костя, ну сначала тебе пару слов рассказать о себе, тоже представиться своими словами. И после этого мы погнали про рабочие визы. Да, спасибо, Тань. Меня зовут Костя. Я занимаюсь иммиграцией, являюсь официальным зарегистрированным иммиграционным агентом, то есть имею право на осуществление этой деятельности как в Австралии, так и по всему миру. А регистрация иммиграционных агентов проводится департаментом иммиграции, поэтому все, кто пользуется услугами зарегистрированных агентов, должны быть уверены в качестве предоставляемых услуг и в достоверности предоставляемых советов. В принципе, это основная информация, которую нужно знать слушателям. Я думаю, что в нашей рекламе все видели ссылку на мой номер, поэтому можно меня всегда в департаменте иммиграции, в их онлайн-базе проверить. Таня, давай, твои вопросы. Да, начинаем. Итак, ну вначале давай, собственно, определимся с терминами, что такое рабочая виза, что это такое, с чем ее едят, мы поговорим чуть попозже. Рабочая виза, что она собой представляет, что она дает, какие права, это постоянная, непостоянная виза, что это? Ну, смотри, есть определенный перечень виз, но мы поговорим сегодня только о самых популярных. Мы не будем там говорить о ивент-визах и о трейнинг-визах, где вы еще должны подучиться тому, чтобы выполнять работу. Мы вот поговорим о самых популярных, которые потенциально часто получают люди не только оншор в Австралии, но и офшор. Эти визы это 4,8,2, офшорная виза, и 4,9, она может быть офшорной, может быть аншорной, и 4,9,4 тоже может быть офшорной, может быть аншорной. То есть простым языком можно уже находиться в Австралии, например, на студенческой или даже на туристической потенциально на нее податься, можно находиться за рубежом и дома и тоже на нее податься. Есть 482-й, два стрима, либо ссылаясь на долгосрочный список профессий, либо на краткосрочный. На краткосрочный это двухлетняя виза, на долгосрочный это четырехлетняя. Двухлетняя краткосрочная не приводит ПМЖ, четырехлетняя долгосрочная приводит ПМЖ путем того, что заявитель может в этом стриме попросить работодателя через три года, после того, как он проработал три года, простансировать его на постоянную 186-ю. То есть 482 может приводить, если это краткосрочное, к такой же краткосрочной, краткосрочной, краткосрочной и в никуда, просто пока вы не выйдете из возраста и потом поедете домой при наступлении 45 лет. Либо вы успели до 45 лет податься на 482-ю в long-term list, в medium-term list, это называется LMTSSL список. И через три года работодатель может вас просматривать на постоянную, при этом возраст уже не важен. Вот это 482. 494, это так называемая региональная рабочая виза для работодателей, которая не находится в городской черте Metropolitan Sydney, Melbourne, Brisbane, которая не находится в этих городах, для них существует 494, любая точка Австралии можно спонсировать на 494. тоже три года, переход на постоянную, постоянная, это уже другая виза, 1-9-1. И там есть ряд отличий, но самое основное все-таки отличие, что на 482 можно спонсироваться везде, по всей Австралии, на 494 только в региональной Австралии. Но есть и другие отличия. Например, на 482 большинству, не всем, но подавляющему большинству профессий не нужно подтверждение квалификации, так называемый skills assessment, совокупность диплома и опыта работы и положительной оценки. А на 494 нужен skills assessment, обязательно положительный. Skills assessment – это такая история, которая приводит нас в много оценочных организаций, где может быть потенциальная проблема, что вообще нас положительно не оценят с теми данными, которые у нас есть. Вот в чем минус этой ситуации. По 482 в основном такой проблемы не возникает, потому что когда они переходят с 482 на 186 постоянную, там уже не нужен skills assessment. То есть человек, по сути, skills assessment не делает никогда. Вот в чем преимущество 482. Можно спонсировать людей, которые имеют, например, много опыта работы, но никогда не имели профильного диплома. Это еще возможно в 482. В 494, если оценочная организация не разрешит без профильного диплома подтвердиться, ну все, skills assessment не будет, 494 визы не будет. Это вот так вот основные отличия, основные визы, которые у нас есть и на которые мы подаемся. Что позволяет эта виза? Понятно, что можно работать. Приезжая в Австралию по рабочей визе, можно работать. Можно ли, например, взять с собой семью? Ты знаешь, семью можно взять, но это все будет зависеть от работодателя. Потому что работодатель их всех косвенно спонсирует. Пусть и работодатель не несет прямых финансовых затрат на семью, но косвенно работодатель является спонсором всех. То есть работодатель всегда будет интересоваться, когда идет речь о вот этой спонсорской визе, работодатель всегда будет интересоваться, какой состав семьи и будут ли члены семьи приезжать в Австралию. Это важный момент. На ней можно работать основному заявителю, тому, кто, собственно, ее получил. И супругу-супруге, или де-факто супругу-супруге, тоже можно работать. Касательно детей в школу, все зависит от штата, но в среднем это не бесплатное обучение. Например, в Уэстерн-Астралии правило, что вы платите 5 тысяч долларов, вне зависимости от количества детей. Вот такое правило. Да, трое, на самом деле, не так-то плохо. У кого один ребенок, может быть, и не так-то хорошо. Но опять же, Таня, важное отличие в положительную сторону от квалифицированной эмиграции, человек не приезжает никуда. У него есть работа. Однозначно, да, есть работа. В квалифицированной эмиграции человек приезжает никуда. Есть свои плюсы, мы можем о них поговорить тоже, когда человек приезжает никуда. Но в этом есть и свои минусы. То есть в любой рабочей визе человек один уже как минимум работает. То есть вы там школу платите не с ничего, не с запасов домашних, а с того, что... Да, с одной хотя бы зарплаты. Да. Это здорово. Насколько я знаю, в Виктории школы на общих правах. То есть нету вот этой вот огромной стоимости как для оффшора, или как это называется, да, как для интернешнл студент и так далее. Как одинаковая цена, что для резидентов, что для держателей рабочих виз. Ну, это такой достаточно специфический момент. Есть ли медикер на этой визе? Нет. Нету. Ни на одной рабочей, ни на второй. Пока что такого нет. Нет. Нет, у вас должна быть хэнсэншурс, абсолютно точно. А какой порядок цен? Может быть, ты нас ориентируешь? Я понимаю, что это такой вопрос, конечно, достаточно специфический, но тем не менее, может быть, тебе попадалась такая информация. На что, на страховку? Угу. Ну, это точно не та область, в которой я могу давать советы. Я могу сказать, да, просто, что я слышал, но это нельзя воспринимать как экспертный совет. Я слышал, что начинается это от 100 долларов в неделю. Угу, понятно. Если, знаешь, если у тебя есть медикер, и ты сверху берешь частную страховку, то это можно сгибать из 100 долларов в неделю. И это достаточно обширная страховка. В этом случае ты начинаешь от 100, и за 100 это практически ничего. То есть, возможно, закончится тем, что они будут платить больше 100, 120, 130, 150. Здесь нужно очень и очень хорошо изучить этот рынок и понимать, это на одного человека или это на пару, или это на семью, потому что там действительно пакеты очень сильно отличаются. И опять, что вы хотите иметь в этом пакете. Знаешь, это достаточно интерактивно. Все, кто имеет такую возможность получить фонзорскую визу, могут сразу параллельно обойти там на основные провайдеры. Не будем их рекламировать, не будем их называть. Но я думаю, что если они забьют insurance Australia, они увидят основных провайдеров и приблизительно на сколько им нужно рассчитывать денег. Да, а какие профессии приоритетны для этих рабочих виз? Или, может быть, так построить вопрос, может ли каждый человек претендовать на рабочую визу при условии, что он найдет соответствующего работодателя? Смотри, это однозначно визы не для всех. Однозначно. Есть два момента. Первый момент. Это не виза для свежих выпускников. Однозначно не. Потому что даже 482 виза – это минимум, минимум два года из пяти последних лет опыта работы. То есть минимум два года постуниверситет нужно иметь. Тем не менее, я бы не сказала, что это так много. Два года опыта работы – это... Смотри, очень много студентов, которые хотят эмигрировать, у которых ноль опыта работы. Два – очень много людей, у которых вообще по диплому нет опыта работы абсолютно никакого. Это еще один момент. То есть если человек хочет быть mechanical engineer, но он работал в sales, и в mechanical engineer он два из последних не работал, но мы не можем его считать mechanical engineer. То есть это большой ограничитель. Этот опыт работы – это ограничитель. Считается, что на 494 нужно уже три года работы из последних пяти лет. То есть считается, что на эти визы мы не ждем совершенно юный и молодой персонал, мы ищем тех, у которых уже есть опыт работы. То есть первый критерий – это опыт работы. Второй критерий – это, о чудо, очень невысокий уровень языка, который необходим для этого. Да, вот здесь поподробнее. Невысокий – это какой уровень? Если это временная 482, которая будет только переходить в 482 и не в ПМЖ, то там всего лишь 4,5 по каждому. Если это 482 четырехлетняя, которая может перейти в ПМЖ, то там 5 по каждому. Это просто счастье. Если это 494 региональная, то там 6 по каждому, что тоже нетрудно. Вот такие прекрасные... Один уточняющий вопрос по ходу насчет вот этих 4,5, 5 и, может быть, 6. Мне кажется, я забыла свой вопрос. Не страшно. Ладно, я его вспомню. Но это, конечно, связано с языком. Я вспомнила то, что я должен был рассказать. А, вот, все, я вспомнила. На все специальности одинаковое требование, потому что я знаю, что профессиональная миграция там отличается от того, какая у тебя профессия. Отличается, потому что стоит номинация, требование номинации штата отличается, потому что штат свободен выбирать. В данном случае это федеральное требование. То есть этот набор, его контролирует home affairs непосредственно. Там не выдается номинация штата, поэтому home affairs непосредственно определяет те требования. Но любой абсолютно профессии будут вот такие вот требования по языку 4,5, 5 или 6, да, разные типы виз. Я помню, что есть краткосрочный список профессий, а есть долгосрочный. Да. Да? Вот краткосрочный везде будет по любой профессии 4,5, долгосрочный будет 5, а на 494-ю там везде будет 6, вне зависимости от профессии. Но теперь важный момент. Кто может быть в этом списке профессий? Конечно, не все там могут быть. Тоже. Ты понимаешь, они обширные. Вот тут есть две разные вещи. Первое. Кто-то может быть теоретически, то есть просто по списку. Мы можем там в Инстаграме или где после нашего видео просто выложить, что доступно в этом списке. Да, это было бы очень нам местно и интересно, да. Первое, это то, что доступно по списку. А второе, это то, где реально есть рыночная потребность. Потому что, понимаешь, это смешно, что мы до сих пор так делаем, но когда мы создаем наши визовые программы, мы как бы считаем, что если мы внесли это в список, значит, уже есть рыночная потребность. Вот я смотрю, что на практике это не так. Вот, например, там может быть 494-й там в Regional List может быть Marketing Specialist, да, но ты попробуй найти спонсора, эмплойера, который тебя спонсирует на эту работу. Это да. Такие лирические работы. Они находятся в местном рынке, да. На них настолько замешано вот этого фактора work ethic, который иногда никому не понять, мне даже не понять, что они хотят иногда. Да, что без знакомства продолжительного с этим человеком, вот его вот просто из offshore, из какой-то страны никогда в жизни они не интервьюируют, понимаешь? Эти резюме просто, они канут в лету. У меня был один раз в жизни, когда человека спонсировали на Sales and Marketing Manager. Это вообще фантастик. Потому что менеджерские позиции... На них такая очередь здесь, что я не могу себе представить, что это была за фирма, которая нанимала из offshore. Это вопрос даже не в очереди. Во-первых, ты правильно говоришь, нет shortage. Вот они есть в списках, но реальной нехватки этих специалистов нет. Как они могут спонсироваться? Значит, работодатель уже должен очень хорошо знать, кого он спонсирует. Я не думаю, что это произошло методом отсылки Эльзюме той стороной. Да, то есть, как правило, контакт был задолго до этого, и это было какое-то обсуждение в контексте чего-то. Может, человек здесь раньше учился, может, они на вечеринке что-то там вместе распевали, может, они еще как-то познакомились. Понимаешь? То есть, должна была ситуация. Может, они в лентине друг друга посты комментируют уже полтора года, и они считают, что он реально, вот этот человек, он реально им необходим. То есть, я видел один раз, как это было, и там была предыстория. Я, конечно, не могу ее рассказывать, но всегда вот, понимаешь, когда это mechanical engineer, когда это mechanical engineering draft person, там electrical engineer, electrical engineering technician, и ежескими, то работу найти можно пробовать. Нужно достаточно английского, и ты начинаешь с субшора контактировать или со мной, или с другими агентами, или с работодателями напрямую, и пробиваешь себе путь. Если у тебя тот же HR, тот же маркетинг, и тот же менеджмент, который есть как бы в списке, вот в этой региональной числе 94-й визы, то я, честно, практически не представляю себе, если какой-то волей случая не было предыдущего контакта с работодателем, как человек будет вот в лету канувшие имейлы писать, и как ему будут отвечать. Я знаю, потому что у меня было много отзывов от людей, которые говорили, блин, я потратила месяц, ну ничего не происходит. Вот по этим профессиям, да? А вот инженерные, инженерно-технические, ПТУшные, это те профессии, где работодатели, ну, нас, например, просто разрывают. Вот им реально нужно. Вот им реально нужно, и мы не можем дать. Мы не можем дать нужно по количеству. Это реальная проблема, потому что, когда мы идём к Electrical Engineering Technician или Welters, и когда мы им сообщаем, что они будут на 5.0 сдавать английский, то первый вопрос, который мы слышим. Окей, а без английского сколько будет зарплаты? Я говорю, вы понимаете, без английского ничего не будет, вообще нет зарплаты. Никакой. Всё. И очень часто, это был первый, последний контакт мой с этими людьми. В то время, вот эти все люди в региональном списке, которые потенциально могли бы быть спонсированы все эти HR, маркетинг, менеджмент, бизнес, и все эти люди, у них может быть и 7 и 8, понимаешь? Потому что они всю жизнь этим занимаются, они более по долгу своей профессии, они более гибкие. Понимаешь? Они не дают к этому. То есть вот их вот эта adaptation, curve, она выше, да? Но не в реальной нехватке здесь, понимаешь? Вот из-за этого вот эта категория, она страдает. Потому что когда они начинают пытаться самостоятельно найти работодателя, это очень трудно и часто безуспешно. Да, согласна. Я ещё разве что добавлю, что я встречалась, слышала, знакома с людьми, которые переезжали сюда именно по рабочим визам из научной среды, врачебных профессий. То есть не обязательно быть только инженером. Инженерные профессии, конечно, великолепны, если вы инженер, прекрасны, если вы там плиточник, сварщик, ещё что-то подобное. Но это не единственный путь, да? Вот другие, скажем так, сферы, да, они тоже есть. Вот. Костя, давай поговорим вот прям пошагово. Что надо делать? Да, вот какие наши шаги? Допустим, вот я прекрасный такой человек, который готов сдать английский на пятёрку. Я нахожусь сейчас за пределами Австралии, вот я хочу уехать по рабочей визе. Вот что мне надо делать? Смотри, ну, первое, ты сдаёшь английский. Надо сразу прям сдавать английский, да, это первый шаг. То есть не искать работодателя, сразу сдавать английский. Ну, вот смотри, я когда, мне когда пишут, знаешь, есть два глупых вопроса для меня. Первый, а можно без английского? Второй, я IELTS не сдавал, а зачем? У меня-то, я-то всю жизнь на нём говорю. Ну, так обычно пишут, там, Indian Subcontinent, да, вот эти вот товарищи. Нет, ответ на оба нет. Ты понимаешь, Таня, ну, вот смотри, ну, вот если нам дали вакансию какую-то, и нам её надо закрыть. Я, например, работаю с клиентами, с работодателями, так что я не беру основную сумму денег, пока мы её не закроем. То есть, как бы, для меня, для меня это неприятность некая, если мы не можем оперативно это сделать, потому что я, например, своих работодателей получаю, потому что я всегда честно говорю, что we don't charge recruitment fees, we charge agent fees. Только мы берём только агентские, никаких рекрутинговых платежей. И мы берём с них чуть-чуть, а остальное всё, когда закрываем вакансию, чтобы у работодателя не было риска. То есть, мы пытаемся, чтобы работодателю всячески было в этой жизни легче. Потому что, если ему будет сложнее, он вообще никого спонтировать не будет, что ему гораздо, в принципе, проще изначально, да? Поэтому, когда к нам обращаются люди и у нас нет готового профайла, я никогда не перешлю этого работодателя. Понимаешь? То есть, мне это изначально не нужно, потому что работодатель возьмёт это, пойдёт это читать. Ему это понравится. Он arranges an interview и понимает, что либо там всё плохо с английским изначально, то есть, уже аудиально всё понятно, либо он говорит, окей, каким-то образом, потому что есть же там потенциально кто-то, кто-то может, знаешь, у меня есть работодатель, где кто-то Russian speaking, может быть, или Ukrainian speaking. Такое бывает. И они проводят это интервью. Но потом оказывается, что этот человек ещё 6 месяцев или 7 ходит, сдаёт IELTS. Ну, скажи, ну, кому это нужно? Никому не нужно, конечно. Работодателю нужно обычно на вчера, а если он прибегает вот к найму, где-то там из-за океана… Реакция на меня, да. Никто мне за это спасибо не скажет, потому что реакция будет сразу плохой. Потому что я должен был подать тот файл, который, если принимается положительное решение, можно начинать оформлять немедленно. Никто не будет ждать… Я очень понимаю эту историю. Когда ты кого-то рекомендуешь, а это своего рода рекомендация, то ты отвечаешь за этого человека, ты как бы ручаешься, что всё будет хорошо здесь, да, с английским… Ты понимаешь, это не рекомендация, это такой скрининг. Ты как агент должен был провести скрининг. Ты должен был ответить на базовый вопрос. Этот человек вообще эллигибл или нет? Да, да. Если он не эллигибл, то есть если по визовым критериям, в том числе языку, он не подходит, зачем ты мне это пересылал? Хорошо, понятно. Итак, наш первый шаг, мы сдаем IELTS. Дальше, допустим, мы сдали, получили свои пятерки по каждому из четырех частей, четырех компонентов. Дальше, второй шаг, что мы делаем? Пятерки или шестерки, да, для всех маркетинговых… И шестерки еще лучше, это понятно, да? Для инженерно-технических, это потенциально пятерки, да, совершенно верно. Следующий путь, я всегда говорю, и следующий путь такой, нужно честно отдавать себе отчет в шансах найти эту работу. Я не хочу никого огорчать, но, возможно, для кого-то рабочие визы это не идеальный путь, да? Тот же маркетинг-менеджмент, бизнес-процект-менеджмент и так далее, это, возможно, не идеальный путь. То есть, возможно, они напишут две сотни имейлов, и мне, и работодателям напрямую, и результата не будет. В то время, как весь инжиниринг, механика, электрик, цивил меньше, ну, все технишн, все trades, все ПТОшники, если они напишут, шансы будут гораздо выше. Вот просто взять там промышленные предприятия пирта. Вакансия такая-то, вакансия такая-то, резюме, резюме, резюме. То есть, выхлоп будет гораздо выше. То есть, человек должен принять решение касательно того, он будет этим заниматься или нет, потому что по времени затраты большие. инженерно-технические, аграрные, как ты говоришь, врачебные, но там еще нужно работодателя найти, который на это все согласится. Да, шортедж врачей очень большой сейчас. Профессии – это ближе к решению. Все остальные профессии, о которых мы сегодня говорили, бизнес-маркетинг и так далее, гораздо дальше от решения этой задачи. То есть, те, кто дальше от решения задачи, должны принять решение, они будут этим вообще заниматься или не будут, или это временная трата, или что в времени уйдет очень много. В Австралии прекрасно знают, что решение, если это не технические специальности, решение будет приниматься долго, и нужно делать сто фоллоуапов и потенциально даже звонить им, звонить в рабочее время в Австралии для того, чтобы просто убедиться, что они вообще открывали этот почтовый ящик с вашим безумием. То есть, вот это пункт два. Человек не должен думать, что мы сегодня ему скажем, что делать, и он пойдет, это легко найдет. Он должен понимать, что, к сожалению, если он в одной группе профессии, это будет гораздо проще, если в другой, будет гораздо сложнее, и, возможно, если он в другой группе профессии, ему стоит рассмотреть другие иммиграционные программы, ту же квалифицированную неизвестную иммиграцию безработодателя. Там будет сложнее с английским, но зато там, возможно, будет более результативно, чем писать в бездну. То есть, вот это второе. Нужно понять, твой ли это путь, в принципе. Да, здорово, все понятно. Давай, пока мы еще не перешли к следующему пункту, поговорим еще все-таки про другие категории профессий, потому что, я думаю, что нас сейчас смотрят не только врачи или инженеры или ПТУшники, а давай еще пару перечислим, какие у нас еще есть категории, группы профессий. Ну, допустим, я про себя говорю, учителя, педагогические профессии, что-то около этого. Какие перспективы здесь? Нереально. Нереально. Нереально получите свой смысл, чтобы я этого не видел. Нет, юридически можно вообще все что угодно. Юридически, ну, какие вопросы? Понимаешь, тичинг — это элитная сфера. Я знаю людей, которые даже здесь отучились, и не могут пробиться. Годами вот проходят китчинг, если это сэггидари, прайм и скулс. Это же классная работа, Таня. Это же, если ты перманент, у тебя же каникулы, и в это время тебе платят зарплату. Ну, это супер. Тут можно поспорить, Очень стрессовая работа. Но, тем не менее, да, ответ понятен. То есть, здесь достаточно много людей, нехватки персонала. Это крайне трудно. Я не видел это. Знаешь, у них даже может быть полосы. Ну, представь себе, ну, как это у скулс будет policy-sponsor foreign staff. Но для меня это странно. То есть, я не представляю. Я как практически... Ну, со школами, тем более такими мейнстрим-школами, государственными школами, здесь понятно. Но если это другие, да, специальности, например, мы здесь слышим, я думаю, да, Костя, ты тоже, да, читаешь везде и всюду про нехватку персонала в детских садиках, воспитатели детских садов, child care, особенно в сельской местности. То есть, люди ездят там за 100 километров, до какого-нибудь садика, люди там полтора года могут ждать в очереди, чтобы своего ребёнка привезти в садик. То есть, ну, нету вот этих воспитателей. Это тоже как бы педагогическая специальность. Смотри, там есть child care center manager, то есть, как бы, директор детского садика, в нашем условии. Раз. И там есть, они как-то называются group leaders, по-моему, как-то так. Вот эти воспитатели, но которых group leaders. Вот, например, в Южной Австралии это спонсируемая профессия, и она есть по всей Южной Австралии, особенно в составе дамы. Есть ещё такая штука, я о ней не рассказал, но я пытаюсь особо нюансами не засорять голову всем, но это ещё называется migration agreement, соглашение такое, да, а это есть по Южной Австралии, есть по другим штатам, соглашение между властью и работодателями о определённом персонале. Так вот, оно работает очень слабенько. То есть, вот, воспитатели в нём и показатели у нас по Южной Австралии очень слабенькие. Почему? Таня, это большие деньги, sponsorship, это деньги. Им может не хватать персонала катастрофических, вопросов нет. Но всегда работодатель должен заплатить. То есть, вот даже человек пришёл в работу... А в каком порядке денег, порядке сумм мы ведём речь вообще? Сколько стоит для работодателя привезти кого-то из-за рубежа? Смотри, вот я тебе минимум скажу. Если оборот работодателя меньше 10 миллионов и у тебя четырёхлетняя, 482-я, он сразу авансом платит за все 4 года, 1200 за каждый год, это уже 4800. Если оборот твоего работодателя больше 10 миллионов, то есть, понятно, что все промышленные предприятия будут сразу там, это 1800 за год, это 8200, он сразу платит для тебя. Это называется Skilling Australian Fund, это деньги потратятся на обучение австралийцев, которых не обучили, и из-за этого берут иностранцы. Дальше, 330 долларов стоит сама номинация. Дальше, это мы уже подбираемся к 5-7, дальше, Migration Agent Fees, особенно по Designated Area Migration Agreements, будут большими, потому что agent делает рекламу, и если это дама, региональное соглашение, то он от них получает Permission, потом agent делает Nomination, и потом agent делает Visa Application, то есть, там куча стазей. В среднем, в зависимости от агента, это будет, этот комплекс услуг будет от 5,5 минимум 6 до 7 тысяч долларов за весь процесс. И значительная часть... Для фирмы, для компании, да, я не думала, что это прям такие уже огромные затраты, то есть, почему не завозят на воспитателей? Мы пришли к очень правильному моменту, потому что здесь совокупность факторов. Если ты предприятие, и ты обслуживаешь, вот, ну, есть мои клиенты, и ты обслуживаешь железно-рудную индустрию, или любой другой фосфор, который обслуживаешь, для тебя это окей. Все пшик, да. Если ты, Тань, детский садик, как ты мне сказала, в regional area у меня были реально клиенты, которые говорили, я говорила о спонсоршек со своим детским садиком, они, когда услышали эти цифры, они сказали, ну, может быть, мы через два года вообще не будем работать, поднакопим, потому что у нас детей мало, да. Area настолько митинал, что у нас вообще детей мало, как бы мы через два года вообще, может быть, не будем работать, и у нас есть большие сомнения по поводу в контексте этих затрат. Тань, для детского садика, для бюджета child care center это много. Понятно, то есть все упирается в работодателя, в его обороты. Да, политика работодателя, ты знаешь, у работодателя могут быть деньги, но у него может быть какая-то философия в голове, которую ты не знаешь. Они просто иногда говорят, it's not our policy, it's sponsored staff. Вот смотри, вот я тебе пример приведу простейший. Aged care. Да, наши старички, да, прекрасно. У нас вся страна aged care. Персонал нужен постоянно. Ко мне приходят люди, которые уже onshore, которые здесь учатся, которые работают в этом aged care уже несколько лет, которые хотят получить employer sponsorship. И по вот этому региональному соглашению они подходят. Мы пишем эти все затраты employer. Employer нам пишет письмо. Скажите, а какой вообще benefit, что я несу все эти затраты? Знаешь, у меня просто в этот момент наступает период безмолвия, потому что если employer не понимает benefit, то ты как агент вообще не должен продолжать дальше. Потому что employer должен понимать очевидные benefit преимущества спонсорства иностранного персонала. Да, если employer не становится лучше, то есть если employer тебе говорит открыто, а у нас вообще кроме него другие были претенденты, у нас не проблема было найти, ты должен ему ответить, супер, тогда вам не нужно спонсорить персонал. все понятно. Ну конечно, если можно найти, то зачем спонсировать? Только если у вас искренняя нехватка, только тогда вы обращаетесь ко мне, я имею право этим заниматься. Если у вас нехватки нет, ты понимаешь, смысл тестирования рынка, вот когда мы делаем первый этап, тестируем рынок, доказываем, что персонала другого нет для выполнения этой работы, смысл этого умирает, если работодатель, тебе письменно изначально заявил, у меня не было проблемы взять кого-то другого, кроме него. Все. Все понятно. Все понятно. И если работодатель тебе задает вопрос, а какое у меня от этого преимущество, что я его спонсирую, понимаешь, там уже может быть какая-то проблема в голове работодателя, потому что работодатель, твое основное преимущество, что ты закрываешь вакансию стабильно человеком, который хочет работать long term в долгосрочной перспективе, ты на три года не будешь иметь проблем, что у тебя не будет персонала убегать, приходить и уходить. И еще пока ты его спонсируешь на постоянную визу, ему ее выдадут, это еще будет. То есть у тебя четыре года peace of mind, у тебя полный покой четыре года работодатель. Вот твой подарок. Если работодатель этого не понимает, там значит уже вообще вопрос не в деньгах, то есть как бы дальше можно это не продолжать. Нельзя продать работодателю эту идею любой ценой, ни в коем случае. Если работодателю не очевидно, что у него острый шортедж, если он может позволять тебе говорить, что наша полиси этого не предусматривает, если он задает тебе вопросы из серии «А что нам с этим?» то есть если он не понимает, зачем ему иностранный персонал, значит супер, значит ему вполне хватает местного персонала, мы ни в коем случае не должны его мотивировать поменять свое мнение. Ну значит он молодец, он заполняет вакансии австралийцем, он поступает хорошо. С этической точки зрения он молодец. Все. Значит мы просто не говорим ни о чем с этим работодателем, идем к следующему. Хорошо, давай пройдемся дальше по другим сферам. Мы поговорили про педагогические, поняли, что это достаточно очень даже непросто. Дальше у нас есть индустрия красоты. Все говорят, что здесь в Австралии ну не так уж чтобы очень хорошо с этим, а у нас такие прекрасные специалисты, там парикмахеры, мастера маникюра, косметологи и так далее, и так далее. Какие перспективы у этих профессионалов? Смотри, Тань, у нас же иммиграция только скиллд. То есть у нас нужен определенный скилл-левел, да? Hairdresser, например, по-моему, это скилл-левел-3, это все хорошо. Если там по маникюру вот не уверен, честно, в скидку, но там может быть скилл-левел-4, и тогда все плохо. Там, где ПТУшка, то, о чем я говорил, hairdresser, это хорошая ПТУшка. Не курсы, а непосредственно диплом окончен, минимум годичное обучение, надо смотреть на предметы, надо все смотреть. Там, где есть хорошая ПТУшка, и там, где по австралийским критериям это будет скилл-левел-3, да. Кстати, у нас даже был работодатель, который обращался к нам за тремя hairdresser. Ты знаешь, там было настолько смешно, в итоге она не заказала у нас эту услугу. Я не знаю, почему, возможно, она где-то нашла дешевле, возможно, еще что-то, но чтобы ты понимал, не всегда кто-то купит у нас, да? Возможно, кто-то из работодателей настолько ушлый, что пойдет это делать сам, допустим, да? Такое бывает. Так вот, у нее уже был опыт, она уже там сама до этого спонсорила еще одного, но у нее была до слез ситуация в том, что она была готова платить рыночную зарплату и платила, в общем-то, всему персоналу рыночную зарплату. У нее ни один австрал не хотел работать, потому что, если ты, ну, ты хорошо знаешь, вот это Аделаида, а она в Порт-Нор-Ланго. Это всего там, 35 километров. Значит, никто из парикмахеров не проживал в Порт-Нор-Ланго. Они должны были ехать с Аделаидой. Никто не хотел, думайся. Она рассказывала мне, что доходило до того, что они готовы были за них платить или машину за ними прислать, чтобы человек в работу ездил. Но в чем была ее катастрофа? Она пошла искать иностранный персонал. Никто или не имеет skills, или не имеет qualifications, или очень безответственный. То есть она мне рассказывает. Это боль просто, вот этого вот либо неполифицированного, да, либо такого не очень. Это когда твои клиенты, это как прием у психиатра. Ты становишься психиатром, а не иммиграционным агентом. То есть она реально сама контактировала с офшорами и говорила, что это просто ужас. Она не могла хейрдрессеров найти в Австралии, потому что она говорит всех, что со мной связывается в Австралии, они все просто сидят на джуксикере. Я открываю резюме, а там человек просто подавал резюме, чтобы продолжать получать тюксикер. То есть он вообще хейрдрессером никогда не работает. Да? А когда я начинаю искать резюме, я тоже им звоню, они даже мне не отвечают. Я пошла в офшор. А в офшор та же история. Английские они не могут сдать. Еще что-то не могут сдать. Они вообще не контактируют с ней должным образом, то есть не проявляют того рвения, которое мог проявить персонал при виде работодателя потенциального в Австралии. И так далее. реальный пример спонсорства салонного персонала. То есть реальный работодатель, она у нее реально было три вакансии. Платила она, кстати, я спросил, сколько она платила, 57 или 60, что очень хорошо. Для этого рынка это прекрасно. Ребята, это тысяч австралийский долларов в год. Мы вот так исчисляем здесь зарплату. Столько-то тысяч долларов в год. Да, но она столько времени убила. Она пришла к нам такая вся excited, потом я, когда ей сказал, что нужно хотя бы фильтровать наличием IELTS, у нее excitement очень сильно пропал. И я не знаю, чем это закончилось, но она была в итоге очень frustrated. Дальше. Я знаю, что я видел, что мои коллеги и миграционные агенты искали на salon manager, по-моему, даже на директора салона. То есть я так понимаю, что в индустрии красоты эти вакансии есть. Но опять же, Таня, вот смотри, парикмахер, я согласен. Salon manager, мне кажется, что это все таки большая доля личного контакта. Вот мне так кажется. Я не уверен, но все равно это поставить кого-то управлять твоим бизнесом. Это чуть труднее. Я ни в коем случае не говорю, что этих вакансий нет. Они действительно есть. И в секторе там есть потенциал. Потому что качество этих услуг откровенно отвратительное в Австралии. Но это правда. Я такого еще нигде не видел. Очень, очень, очень плохо. И все самое интересное, большинство клиентов, приходят и думают, что это окей. Они реально думают, что так можно оказывать эти услуги. Да, то есть они просто ничего другого не видели. Вот австралийцы, которые австралийцы, прожили здесь всю жизнь, они не знают, что можно делать нормальный педикюр. не для вида там что-то кремзы потереть три раза, а что-то снять. Да, вот так как у нас снимают, знаешь, а тут же ничего не снимают. Они погладили, кремом намазали, все, молодец, там 50 баксов иди. Это колоссальный рынок. Да, но опять, Тань, ну вот для того, чтобы продать себя на этом рынке у парикмахера и там барбер или это hairdresser или это барбер должен быть английский, должно быть профильное образование. Если нет профильного образования, то хоть какое-то образование, если нет хоть какого-то, то там минимум пять лет работы. То есть уже не два из них там сразу требования. Это интересный момент, да, если нет профильного образования, то можно опытом работы это компенсировать, да, давай вот этот момент проговорим подробнее. Да, там по австралийскому бюро статистики по каждой профессии будет отдельно. Например, если ты, пример, если ты сварщик, у тебя опыт работы и у тебя образование по сварке, ты ушка, и опыт работы по сварке, тебе достаточно два года. Если у тебя образование любое другое, то они пишут, что three years of experience may substitute for the forward qualification. То есть, пожалуйста, тогда три года и то, что у тебя нерелевантная квалификация, это окей. для каждой профессии... Подожди, три года работы заменяет отсутствие диплома, да, и сверху нужно еще два года работы именно за опыт. всего. 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 Всего три. Всего, да. Всего три. То есть, я, например, знаю, что если у меня вакансия сварщик, я готов рассматривать людей с непрофильным образованием, если у них есть три года опыта работы, пожалуйста. И по каждой профессии это отдельная ситуация. Вот. То есть, опять, наша история. Опыт работы, профильное образование, английский язык. Если нет профильного, значительный опыт работы. Таня, задокументированный опыт работы это проблема для людей. Это проблема. Для сварщиков нет. Для вот этой всей индустрии красоты это большущая проблема. Попробуй, ну, ты понимаешь, ты же можешь, ты можешь и просто резюме подгрузить, да, но мы так не делаем. Мы всегда подгружаем payment evidence, потому что мы хотим опередить тот глупый вопрос, когда тебе задают вопрос, а, докажите, что этот опыт был фунтальным, оплачиваемый и так далее. Мы поэтому сразу всегда даем референс и payment evidence, да. Но payment evidence же должен быть подкреплено быть документально, налоговое, пенсионное и так далее. Ну, вот как они подтвердят, если они ни дня не работали официально? Вот тебе, пожалуйста. Да, да. Опыт работы это не просто там, да, где-то у подружки там стричь, это нужно с пенсионными отчислениями, нужно с налогами. У нас многие подружки ягоды в салоне стригут, но никогда там ничего не отчислялось. Вот тебе, пожалуйста, индустрия. То есть, то, что они могут делать эту работу, как мы с тобой поняли, уже очень хорошо, так как ее здесь не делают, еще не значит, что у них документально все хорошо. Вот тебе, пожалуйста, еще один момент. Да, это важный момент, безусловно. Хорошо, как насчет айтишников? Какие перспективы? они тут, я знаю массу случаев, где айтишников спонсорят, но работодатели никогда не идут, как правило, не идут за ними к нам. То есть, айтишники находят друг друга по своим каналам всегда. Да, я еще не видел такого, более ушлые, конечно, да, да, да. Я еще не видел такого, чтобы к иммиграционному агенту приходить задачи рекрутмента айтишников, задачи проспонсировать айтишников, да, задачи рекрутмента, то есть, найти персонал, никогда, они всегда знают, кто им нужен. Да, и у них есть спонсорщик. У меня лично не было таких кейсов, но я знаю, что у моих коллег это было. Ребята, пишите нам в чат, если вы хотите задать вопросы, про какую-то другую сферу, да, у меня идеи заканчиваются, поэтому мы идем дальше. Так, следующие вопросы, которые мы бы хотели обсудить. Как вообще нужно искать работодателя, да, вот, допустим, у меня есть английский, допустим, у меня там есть весь этот опыт работы, даже официальный, вот, что реально практически я должна сделать, да, я должна там сегодня создать страничку в LinkedIn и начать кому-то писать или что мне вообще делать, ну, смотри, у тебя есть несколько вариантов. Первое, ты можешь узнать у иммиграционных агентов, есть какие-то ли вакансии у них. Я сразу скажу, большинство иммиграционных агентов имеют вакансии. В основном им дают задачу проспонсировать кого-то конкретно. В основном. то бывает, когда нам дают вакансии. Это первое. Если не иммиграционный агент, значит работодатель. Тут вопрос в том, что нужно уметь себя продать. LinkedIn, да, присутствие в онлайне, да. Поиск вакансий существующих, да, но не только, потенциально и поиск интересующих работодателей, да, и контакт с этими работодателями касательно того, не нужна ли им случайно эта профессия. Но ты понимаешь, сколько это времени нужно, если у них нет конкретной вакансии, а ты просто видишь, что этот работодатель может тебя интересовать, сколько ты времени должна потратить для того, чтобы понять, что им нужно, как к ним подойти, что им написать и так далее. Плюс прозвон. Ведь шанс, что твое резюме откроют, очень невелико, да. Прозвон. Опять же, Тань, смотри, опять же, люди находят работу, все, снова, все зависит от профессии. Смотри, недавно со мной связывалась девочка, она из, не из Катера, по-моему, из арабских эминаторов, арабских эмиратов, она retail pharmacist. Фармацент. Их недавно. Фармацент. Да. Теперь и аптеки будут администрировать вакцину, да. Их недавно внесли список. Так вот, она нашла работу, просто подавшись на существующую вакансию, и там имплойер вообще не собирался никого спонсировать. Но у него реально не было, которые ему подходили. А она что-то сделала? Она сделала очень правильно. Она сделала skills assessment. Skills assessment, там есть профильная организация у фармацевтов. Это и retail pharmacist, и hospital pharmacist, и industrial pharmacist, которые, если ты делал full skills assessment, то у тебя следующий этап это один год временной регистрации в АФРА. Это специальная медицинская организация, которая медсестеркурирует, и врачей, абсолютно всех. То есть у тебя, то есть человек, работодатель, ты ему не пишешь с голым резюме, абсолютно голым. Ты ему пишешь, я сделала skills assessment, а там он двухэтапный. Во-первых, документальный, во-вторых, экзамен, который больше 2000 долларов стоит, и он достаточно сложный, этот экзамен, там не все могут сдать. А ты ему пишешь, а смотри, я сдала skills assessment, значит, как только я подаюсь в АФРА, они сразу меня регистрируют, я у тебя уже год под supervision могу работать. И все, он был готов сразу. То есть, понимаешь, совпало его необходимость в персонале, отсутствие этого персонала на австралийском рынке и ее готовность. Ее готовность была на высоком уровне. Смотри, что сейчас начала делать видосесса, оценочная организация по некоторым профессиям, там по marketing specialist, advertising specialist и еще какой-то, уже не помню, третьих. Знаешь, что она начала делать? Они тебе не просто делают migration skills assessment, иммиграционную оценку квалификации. Они тебе бесплатно дарят бейдж, ты становишься членом ассоциации маркетинга и advertising по-моему. Так. Что это дает? Вот этот вот бейджик. Знаешь, у нас как было? У нас было так. Migration skills assessment это для иммиграции и к жизни не имеет никакого отношения. Вот у нас всегда так. Да, да, да. Вот такой был у нас ассоциация. Это одеяло, это надо было 10 лет назад делать, правда, ну да ладно. Передернуть это одеяло в другую плоскость. То есть зачем мы делаем просто migration для migration? Знаешь, что-то для чего-то, чтобы никогда больше это не открывать. Давайте мы будем делать это для того, чтобы дальше еще человек мог работу найти. То есть они им начали дарить реальное членство в этих практических организациях. А там, там же есть events, в том числе онлайн, там же есть networking, понимаешь, там же есть кучовцы. То есть это то, что ты можешь повесить себе на LinkedIn, это то, что ты можешь положить себе в резюме, это то, что ты можешь поучаствовать в ивентах. Я опять говорю о том же, о чем я говорил, когда я говорил про retail pharmacist. Ты повышаешь свою готовность к выбору тебя. Вне зависимости от профессии повышаешь свою готовность. Понимаешь, конечно, фармацевту лучше, потому что спрос колоссальный, экзамен сложнейший, и тут ты раз, и есть, и уже временную регистрацию сейчас получишь. Можешь практиковать. Конечно, по маркетингу регистрация не нужна. Могу взять любого. Вот эти все вещи начинаются, да, которые усложняют тебе жизнь. Но все же, там, путем skills assessment, который тебе дает какие-то злые озвучки, участие в профессиональных сообществах, постах, комментов под чужими постами, каких-то мыслей, ты продаешь себя. Вот это важно. Ты начинаешь обрастать местными знакомыми, знакомые знакомых, ты начинаешь понимать правила работы местного рынка, ты понимаешь его законы, повышаешь свою ликвидность на этом рынке, потому что, когда люди обычно приходят, они как бы с позиции, что вот я такой, да, вот вы как бы под меня все тут выстроитесь, потому что вот мой опыт работы такой, мое там предыдущее, все, мой бэкграунд такой, что у вас тут в Австралии для меня есть, да, а тут как бы надо наоборот смотреть, а как Австралия хочет, да. Хорошо, итак, ребята, я вижу, что здесь некоторые вопросы в чате, Люда, во-первых, очень приятно вас видеть, я знаю, про парикмахера я задавала вопросы, я надеюсь, что вам было полезно это услышать. И у нас вопрос про ювелирное производство, да, есть ли какая-то информация про сферу ювелирного производства? Ну, Таня, ты понимаешь, сфера это хорошо, а какая, кем конкретно работает? Когда мы говорили про инженерные специальности, там, инженер это одно, технишн это другое, драфт персен это третье, то есть ювелирная, это очень такая общая сфера, да, поэтому, ребята, если вы хотите знать там шансы, знать еще что-то, да, перспективы, то, да, важно агента ориентировать более так детально к вашему случаю. Ты знаешь, всегда более точный... Алло, да, мы есть, мы все слышим, мы есть. Да, всегда, всегда более точный вопрос, это более точный ответ. Я не сталкивался с ювелирной индустрией как таковой в Австралии. У меня сложилось субъективное впечатление, что здесь вообще люди в основном носят непонятно что и не придают этого значения. Может, я не прав. Может, я не прав. У меня сложилось такое впечатление. Работодатели ко мне не приходили из этой отрасли. То есть, мне вот просто нечего сказать, потому что я не сталкивался с практической точки зрения. Но если человек подскажет, какая конкретно там должность, может, мы просто поймем, если она в списке, что это может быть. В любом случае, если это более узкая сфера, специализация, то история такая же, как и с фармацевтом, наверное. Есть такое же узкое предложение, но это как раз возможность найти друг друга. Поэтому я бы не стала сразу говорить, что если у вас такая достаточно редкая профессия, то совершенно никаких шансов. Нужно однозначно смотреть, изучать рынок. Хорошо. Конечно. Есть профессии более востребованные, более популярные и менее востребованные. Что делать, если профессия все-таки менее востребована? Я считаю, что если она менее востребована, человек, конечно, может хотеть слышать то, что он хочет услышать, а не то, что я говорю. Но мне кажется, что если она менее востребована, гораздо больше результата будет, если человек будет себя ориентировать на квалифицированную иммиграцию. Это то, о чем было наше прошлое видео. 4.9.1. Вот именно эта квалифицированная независимая иммиграция имеет ряд преимуществ. А именно на 491 визе можно получить медикер. На 490 визе вы не обязаны работать на конкретного работодателя. Не нравится, пошли и нашли другого. Но эти преимущества, к сожалению, идут взамен с более высоким уровнем языка. Как правило, в районе семерки. По каждому или эквивалент по 5 Академик 65 пока что. Но зато это для менее популярных профессий на рабочую визу это очень неплохой путь, очень неплохая возможность. Хорошо, спасибо. Прозвучала тут такая мысль Кости только что. Нет привязки к определенному работодателю. А вот с этой рабочей визой, со всеми перечисленными, о которых мы сегодня говорили, если человек работает с определенным работодателем, то он обязан при любых условиях отработать именно вот этот контракт именно с определенным работодателем. А если что-то пошло не так, мало ли какие бывают ситуации на работе. Слушай, до работодателя может просто закрыться вообще. И все. Вот. Да. Что тогда? Что тогда? Человек едет домой или... быстро в течение 60 дней этот человек ищет себе нового работодателя, получает новое спонсорство и начинает свой отчет своих трех лет заново. Понятно. Понимаешь? Вот тебе сторона минус. То есть сторона плюс. Ты вроде бы приезжаешь не на пустое место. Это большое преимущество. Сторона минус. А если он закрылся? А если он обонтротился? А если у тебя не сложили соотношения с руководством? А если они... Кстати, такое тоже было. А если они спустя три года в законе, что там написано, они могут тебя проспонсировать, но не то, чтобы обязаны. А если они не дают тебе номинацию спонсорства через три года? Вот у меня есть, например, работодатель, который говорит, я не хочу давать через три, я хочу через четыре. А если через четыре он вообще не захочет давать никакого? Понимаешь? Да, человек в таком очень зависимом положении, я бы сказала. Ну, это обмен за... как бы обменная оплата за деньги прямо здесь, прямо сейчас. То, что ты приезжаешь, у тебя легче жить с точки зрения, Таня, что у тебя есть работа, ты не мучаешься там дома, потому что ты вот переехал только, ты уже можешь прийти и real estate тендженту показать, у меня есть FaceLips, и да, я вот только начал, но вот мне платят, о, хорошо, как бы, ты сама прекрасно знаешь, да, что такое, что ты показываешь, что ты здесь работа, что ты перманент там сразу, у, все, можно дом нормальный себе взять в аренду, а так, пока у тебя нет работы, ты будешь долго-долго искать в аренду и так далее. Все мы это проходили, правильно? Вот, но вот эти преимущества, они идут по определенной цене, и цена этого всего, это то, что ты напрямую зависишь от работодателя. Это вообще отдельная тема, есть многие не очень порядочные работодатели, они же должны по рынку платить, вот мы, например, если к работодателю к нам обращаются, это первый вопрос, который мы задаем, а у вас есть австралийский персонал на этой должности? Да, есть, и что, вы ему тоже платите 53 в год? Да, а покажите контракт, ой, мы посмотрели, а у нас нет, то есть мы платим 53 в год, но мы 53 тоже иностранному платим, не австралийскому ситизену, и перман-эдрейсену, понимаешь? То есть вот это, это не просто неэтично, это еще и потенциально противозаконно. Ты же, когда берешь иностранный персонал под заветом аниже, низкую заинку, да, если у тебя нет эквивалентного персонала в компании, который бы работал за эти деньги, ты должна пойти на рынок, и должна доказать офицеру, что на рынке вот столько платят, это нормально. Многие же работодатели просто в плюшку разбиваются, чтобы все-таки следует, вот хоть как-то протянуть, чтобы офицер принял решение, согласился с тем, что эта зарплата может быть ниже. Но, кроме того, что это этично, это незаконно, и даже если офицер закроет на это глаза, то, во-первых, как я говорю, это современное рабство, во-первых, во-вторых, твой работодатель делает то, что не хочет большинство австралийцев, то есть он покупает иностранный персонал дешевле, с целью не брать на работу австралов, понимаешь? Нет, слишком дорого, и привезти из-за рубежа, это то, за что ненавидят эмиграцию, понимаешь? То есть в принципе нельзя такое делать. И третье, вообще весомый аргумент, вот этот офицер, он молодец, он принял решение, вам выдали номинацию, визу, все супер. Я видел случаи, когда ко мне приходили клиенты, которым потом, после такой номинации, с подтвержденной зарплатой 54, приходил Australian Board of Force и говорил, так это не по рынку, а работодатель говорил, так мне же номинацию утвердили. Нет, потому что номинацию утвердили, это хорошо, но это рыночная зарплата, у вас есть эквивалентные персонажи? А там был человек, был кафе-ресторант менеджер. Ну естественно, у человека не было аналогичного персонажа, потому что директор-ресторан, да? Он говорит, нет, по рынку. Он говорит, так по рынку 54, нет, это управленческая должность, вот 62, вот смотрите, 20 вакансий, там, job-out, еще два сайта, ну где? Здесь может быть 54. Ему там штрафов столько выставили и работодателю. Ну там, там было вообще все очень весело. И еще хорошо закончилось, работодатель понял, что нужно просто тихо заплатить, как бы, и исправить ситуацию, иначе нормально, иначе платить сотруднику больше. То есть, понимаешь, это же еще отдельная вообще тема, да, что человек, понимаешь, а то у нас есть люди, которые, все, я на все готов. Это тоже еще одна позиция. Я уже все сделал, я на все готов. Я говорю, вы никогда не должны были быть готовыми на все. если вы видите, что то, что вам предлагают, ну, через меня вряд ли, я бы не взялся взгляд. Вот есть работодатели, которые самостоятельно работают, или рекрутинговые агентства, или еще кто-то. Вы знаете и видите, что это заведомо ниже рынка, но согласны, просто ради того, чтобы переехать в Австралию, не делайте. Потому что неизвестно, чем это закончится. Это нехорошее. Несколько. И это 10% там ниже, ну, может быть. Но если это не за треть, это ненормальная ситуация, абсолютно. Потому что есть тоже работодатели, которые недобропорядочно пользуются этой ситуацией, для того, чтобы не взять австралийца, именно потому, чтобы не платить австралийскую зарплату, взять иностранца, чтобы не доплачивать его, и это ненормально. Ой, ну дай бог, что нам не попадутся такие работодатели, и поэтому, вот как мы говорили в начале, скрининг, да, и со стороны employee, то есть работника, да, и со стороны работодателя, который производит миграционный агент, это здорово. Чтобы и тот был доволен, и этот был доволен, все друг с другом сотрудничали, никому не придачало никаких штрафов, и все были счастливы здесь, в Австралии. Хорошо. Костя, давай подсуммируем все то, что мы говорили, да, шаги. Во-первых, что нам нужно сделать? IELTS, да, во-вторых, что нам нужно сделать? Первое. Второе. Все-таки определиться с программой. Нужно принять трезвое решение, просмотреть это видео от начала до конца и понять, вы все-таки будете заниматься поиском работодателя, или вы понимаете, что потраченное время несоизмеримо при вашей профессии, и возможно, вам стоит рассмотреть. второе. Второе. Третье. Если вы все-таки только занимаетесь поиском работодателя, подумайте, как можно улучшить ваш профайл. Для многих профессий, хотя skills assessment 482, например, не нужен, для многих профессий skills assessment помогает продать человеку. Это правда. Вот. Ну и третье. Если вы еще не переломли в сторону квалифицированной иммиграции, все-таки на этом пути, обзванивайте, проводите фоллоуапы, обращайтесь к разным агентам, обращайтесь к разным работодателям, смотрите, кто в вашем секторе, где какие у кого связи, где есть в Австралии друзья, знакомые, родственники, кто может посмотреть, кто может подумать, кто может почему. Мы всегда, например, я всегда очень открыт в этом плане. Я просто не хочу, чтобы все задавали мне вопросы, а у вас есть вакансия Google? Поэтому моя позиция всегда такая, все, что у меня есть, у меня всегда на сайте. Это всегда можно посмотреть. Специально для того, чтобы я не люблю говорить нет лишний раз, я ценю время всех, поэтому я всегда говорю, мы никогда ничего не делаем для своих. То есть у нас нет каких-то скрытых вакансий для своих, потому что я бы тогда действовал плохо, я бы не действовал в лучших интересах работодателя. Поэтому всегда, когда у меня что-то появляется, я всегда это выбрасываю на общий рынок, выбрасываю во все комьюнити-группы австралийские, которые только есть, для того, чтобы люди могли податься. И я шорт-листью, то есть отбрасываю только те резюме, где очевидно непрофильный опыт работы, не написанный на английском языке, потому что я не буду заниматься тем, чтобы переводить ваше резюме для вашего будущего работодателя. Я, возможно, проведу резюме дальше, даже если там не будет Айлса, но я, безусловно, отброшу такое резюме, если у меня уже есть много резюме, где есть Айлс, зачем мне все остальные, да, но это же проще. Вот, поэтому здесь рецепт такой, сделайте ваш профайл лучше, сделайте мне жизнь легче этим, сделайте этим легче жизнь вашего работодателя, и тогда, может быть, у вас где-то будет с ним соприкосновение. Айлс, сделайте себе больше возможностей, ребята, то есть английский улучшает жизнь. Айлс, он не хочет напрягаться, он не хочет, у него хорошая жизнь, он не хочет делать себе ее лучше, он хочет делать себе ее лучше. Если он согласился платить, он уже потрясающий человек, что он платит все эти безумные тарифы, он и большинство migration agents fees платит, и платит, знаешь, как правило, вот, я всегда говорю со своими работодателями о том, что человек максимум может заплатить visa fees, и это по закону так положено, да, и, ну, может заплатить часть migration agent fees, которые относятся к visa fees, да, все остальное, если вы хотите нормальный персонал, должны найти, то вы работодатель платите сами. И большинство из них соглашаются, поэтому они хотят закрыть себе дырку в нехватке кадров. Вы можете ее заполнить. Сделайте свой профайл таким, чтобы это, понимаешь, прошло мягко и хорошо, и чтобы вы могли себе продать. Все хотят работать меньше, а результата получать больше. Золотое правило австралийского работодателя. Поэтому, если есть какой-то порядочный человек, у него какая-то нормальная вакансия, нужно под это подготовить правильный профайл. Созданным английским, возможно, с оценкой квалификации для того, чтобы человек увидел, как вы этим занимаетесь, возможно, с членством в какой-то австралийской организации, или любой другой международной организации. Там, знаешь, для каждой профессии перечень может быть бесконечный. Конечно. Но всегда трезвая оценка ситуации. Ты понимаешь, вот меня там спрашивают, вот, а что мне сделать, это или это? Я говорю, я не могу за вас принять решение, это было бы неправильно. Я могу сказать, как бы сделал лично я, имея вот профессию N, как бы сделал лично я. Если у кого-то есть вопросы такого рода, вот я работаю тем-то, как вы считаете, вот, я занималась этим за столько лет, английский у меня такой-то, как вы считаете, мне вообще заниматься поиском работодателя, или я лучше английский научу повыше, и вот откроются границы, подамся на номинацию штата. Я с удовольствием подскажу. Как можно с тобой связаться, Костя? Как можно получить эту первичную консультацию? Тань, смотри, ты можешь дать мою страницу, мой профайл в Фейсбуке, там у меня к нему подвязан этот, как его, зелененький вот этот, там зелененькая трубочка, как у меня. Есть телеграмма, есть ватсап. Ватсап, да, ватсап. Да, знаешь, всякое отрицание технологий мною. Вот, и можно написать туда, можно скинуть резюме, или я, или мои помощники, и мы всегда пишем какой-то ответ сопроводительный, вот, и говорим, что мы думаем. И если человеку нужно после этого созвониться, пожалуйста, любая консультация короткая до 15 минут, мы это предоставим. А все, что больше, мы будем взимать за это. Хорошо, спасибо большое, Костя, спасибо вам, ребята, что были с нами, и лично, и тем, кто будет смотреть после в записи. Оставляйте свои комментарии, вопросы, мы будем периодически с Костей стараться еще просматривать, можете подписываться на Костя на каун, хоть, я думаю, он вряд ли будет очень много времени проводить в Инстаграме, но контакты в Facebook и там сайт и все прочее мы положим в комментарии. Итак, до новых встреч, хорошего вам воскресного вечера, до свидания. Танечка, тебе спасибо большое за организацию всего этого и за интересные вопросы. Спасибо большое. Костя, my pleasure. Все, пока-пока. Счастливо. Пока-пока.